Верность Держит ли он свое слово и свое обещание? Библия, Божие Слово, удивительная книга. Потому что она говорит о верности Бога, которая прослеживается в каждой книге Библии. Его верность подчеркивается, на ней постоянно заостряют внимание пророки, апостолы, авторы священных писаний, которые по-разному рассказывают о том, как верен Бог. Просто невероятно, насколько безупречна эта верность, эта база, основания. Фундамент нашей веры. Я могу поклоняться Богу, прославлять Его за это. И еще я могу положиться на Него в любое время. Несмотря на неблагоприятные обстоятельства и трудности, которые могут быть у меня, я могу положиться на Его верность. Иеремия написал, велика верность твоя, хотя эта книга называется и плач Иеремии. Моисей так говорит о Его верности. «Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны». Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Верность Божия — предмет восхищения и хвалы, как мы уже сказали. Нам нужно знать, что Бог верен в нашей повседневной жизни. Например, написано, что если мы исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит их. И мы уверены в прощении своих грехов по мере того, как мы их исповедуем, признаем и анализируем во свете перед Богом. Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи благодаря совершенной жертве Иисуса на Голгофском кресте. Он верен и праведен, поэтому Он дает нам свою праведность, потому что мы верим в Иисуса, Бог верен, и это удивительно. В Первом послании к Алифинам, в 10 главе, 13 стихе, написано, «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Мы сталкиваемся с испытаниями, страданиями, Можем столкнуться с искушениями, Но Библия говорит следующее, «Бог настолько верен, что всегда покажет нам, как перенести искушения, как пройти испытания с победой». Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Он обещает нам своей верности быть с нами «От начала до конца нашей жизни и завершить доброе дело, начатое в нас». Это сказано в послании к филиппийцам, в 1 главе, 6 стихе. «Начавший вас доброе дело будет совершать его и завершит обязательно». Мы можем строить, мы можем покоиться на великой верности Бога. Человек может ответить на эту верность. Бог говорит, «Я верен, ты можешь положиться на меня, мне можно доверять, я тебя не подведу, я не могу лгать». Я ожидаю, что ты тоже будешь верен со своей стороны. Бог желает, чтобы мы были верными, надежными людьми, которые держат слово, держат обещания, справедливые, живущие честно и верным. Я хочу выделить 2-3 пункта, по которым мы призваны быть верными людьми. И первое, мы призваны быть надежными, верными людьми в том плане, что наши слова должны соответствовать нашим действиям. Мы не должны говорить одно, а делать другое. Давайте будем последовательными. То, что я говорю, и то, что я делаю, должно совпадать. Мои слова не должны расходиться с делами. Я свидетельствую своей жизнью в соответствии с тем, что я говорю. В этом и выражается верность в правильном отношении и поведении. Я скажу «да». Это подтверждается делом. Если я скажу «нет», это тоже подтверждается делом. Я человек слова, человек, который держит слово. Я хочу жить в правде и в доверии, которого заслуживаю, потому что мои слова и дела соответствуют друг другу. Второй пункт этой верности находится в библейском тексте, где апостол говорит, что не нужно оставлять своего собрания. Это означает, что там, где Бог вас посадил, Он наблюдает за вами. У Него есть место для вас, где Он поместил вас, и отнюдь не случайно, но потому что Он хотел это сделать для вашего формирования, для обучения, для практики. Мы не сможем успешно пройти обучение, уйдя с того места, где Бог желает нас видеть. И да, иногда обстоятельства неидеальны и даже неблагоприятны. Нам хочется жить или находиться в другом месте, но мы здесь, потому что Бог желает этого. Поэтому давайте не будем покидать своего места, если Бог нам четко и ясно не показал, что нужно уйти. Я помню много ситуаций, когда мне хотелось уйти в определенное место, но я в терпении и послушании оставался на своем месте, и именно там произошли важные события, благодаря которым я вырос и научился кое-чему. Когда пришло время покинуть это место, Бог сказал мне в конце концов, «Твое время здесь истекло, пора идти туда, куда я тебе покажу». Итак, нужно быть верными в том месте, куда Бог нас поместил. Я закончу. Размышление о верности третьим пунктом — быть верными в обязательствах. В частности, в обязательствах между супругами. Я помню одних молодоженов, которые во время бракосочетания в церкви, а это происходило на природе, волнении, давая друг другу брачные обещания. Забыли пообещать быть с верными. А это обещание звучит так — быть с верными до самой смерти. Об обещании верности даже сам Бог говорит в книге пророка Малахии. «Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей». «Друзья, если мужчина ожидает верности от своей жены, она ожидает от него того же». Я хочу обратиться к каждому из нас, особенно к тем, кто состоит в браке. Будьте верными. Пусть это будет основополагающей ценностью для вас обоих. Бог всегда будет давать вам способность. Он верен, чтобы вы были верны в обязательствах, которые вы взяли перед другим человеком. И, конечно, в награду за верность следует благословение. В самом конце книги Откровения сказано «Будь верен до самой смерти и дам тебе венец жизни». Быть верным до смерти, чтобы в конце получить награду. Венец жизни. Как же это важно и ценно. Библия – удивительная книга, потому что она говорит о верности Бога, которая прослеживается, ну, в каждой книге Библии. Его верность подчеркивается. На ней постоянно заостряют внимание и пророки, и апостолы, и авторы всех священных писаний, которые по-разному рассказывают о том, как верен Бог. Вот каким будет мой девиз. Я верный. Я буду верным с Божьей помощью. Надеюсь, что с сегодняшнего дня у вас будет такой же девиз. Я хочу быть и буду верным до смерти. Господь – наша помощь. Пусть Он благословит вас и наполнит радостью. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.